приветствую друзья с вами я виталий и сегодня у нас такой предновогодний выпуск я бы хотел сделать таким позитивным конечно поздравить вас прежде прежде с наступающим новым годом пожелать вам успехов в ваших планах ваших достижениях и сегодня я хотел поговорить с вами на тему о мотивации что такое мотивация мы очень много о ней знаем много в наших социальных сетях в лентах информации по поводу мотивации нас очень сильно мотивирует и мы друг друга также мотивируем поддерживаем всячески в наших драйвах наши в нашей волне энергии да но тем не менее я множество источников посмотрел пообщая посмотрел выступление разных спикеров там на литературу почитал но но тема мотивации как мне кажется раскрыта не полностью то есть она частично раскрыта либо с одной стороны либо с другой а общего такого видения что такое мотивация я не я не нашел и поэтому я создал для себя и для вас такую форму мотивации показать вам вот на этом макете чтобы преддверии нового года вы смогли понимать как мотивирует себя правильно и чтобы достичь наших результатов чтобы добиться желаемых целей и выполнить вас ваш план годовой да как говорится план то есть мы планируем и так друзья по моему мнению и убеждению уже да я считаю что мотивации длинные два вида первый вид мотивации который есть изобразил это стартовая мотивация мотивация в точке а в этой точке мы что делаем мы заряжены эмоции эмоционально какими-то ожиданиями какими-то предвкушениями рассчитываем на какой-то результат что такие-то желания такие-то проекты наши да будут выпущены в жизни мы их получим то есть здесь у нас большая такая эмоциональное состояние подъема то есть мы на траве на таком на после новогоднем допустим да когда мы выходим с отпуск этого новогоднего и говорим себе вау как здорово сейчас впереди целый год и я намереваясь действовать да потому что у меня хорошее настроение вы приподнятой эмоционально вот здесь такая внешняя такая мотивация очень сильно нас влияет а вторая точка в точка б которые называют финишная мотивация также очень важна в этой точке у нас какая мотивация она такая более внутренняя более глубокая мотивация мотивация чувствами да которые будут которые нас как бы показывать нам на будущую мечту да какое-то состояние будущего и там на мотивации как бы им говорят часто о визуализации безусловно визуализация работает да она существует она работает она помогает но она должна работать в двух состояниях на старте и на финише мотивация работает тогда на вместе совокупности дает нам именно эффективное движение к этому результату итак друзья первая мотивация которую мы рассматриваем мотивация на старте. Мотивация на старте создает такое совокупное состояние, которое входит сюда, входит в наши идеи, наши мысли, наши какие-то планы пошли там. Потом мы думаем, а как нам эти планы реализовать? Нужны какие-то задачи выполнить, да? Для этого нам необходимы ресурсы и так далее. То есть здесь наш опыт, много информации, много общения и так далее. Здесь достаточно грусть грузит нас в такое состояние. Тяжелое состояние получается. То есть много такой гравитации, приземления у нас. То есть когда мы здесь начинаем стартовать, то безусловно мы эмоционально приподняты. Это большая эмоциональная волна нас помогает эту гравитацию преодолеть на старте. И далее, что мы можем здесь наблюдать? Когда у нас мотивация такая стартовая. У меня есть такое состояние внешнего, да? Состояние какой-то внешнего внешней обертки, да? Вот эта внешняя обертка нас мотивирует. Которую мы видим перед собой прямо сейчас. Эту оберточку видим. И мы, я бы назвал эту мотивацию, мотивация вкуса. Мотивация такого вкуса, удовлетворения, сытности такой, да? То есть я так как бы этой мотивацией вкусной мотивируюсь. Эмоционально мотивируюсь, да? То есть это можно очень легко мы иллюстрируем с помощью, с помощью каких-то фруктов, да? То есть мы фрукты видим в образе в каком-то упаковочке, да? И у ней имеется уже вкус от того, что мы видим какой-то уже образ, да? И далее мы движемся к этой мотивации. Эта мотивация финишная у нас имеет, что имеет меньше всяких параметров, да? Она такая более легкая, легкая мотивация. Она такая приподнятая, возвышенная мотивация, да? Здесь мало параметров, здесь буквально цель находится, результат и наши чувства, да? Какие-то чувства. И в общем образ имеется, да? Этот образ мы легко себе представляем, да? Воображаем он. Именно воображение, именно состояние чувства такого приподнятости, возвышенности позволяет нам эту мотивацию держать высоко. Она такая легкая, возвышенная мотивация, да? И об этой мотивации мы говорим как мотивация визуализации, да? То есть какие-то краски, эмоциональные, чувственные краски мы наполняем ее. Здесь мало измеряемых параметров, их практически нету. Но здесь отсутствует даже рациональное зерно, да? Рациональное зерно больше здесь находится, да? На старте. Много рационального здесь. И что здесь происходит интересное? То есть мы хотели бы начать движение. Движение, в котором мы начинаем действия какие-то производить, да? И что здесь происходит интересное, друзья? Когда если только мы одну мотивацию доставим, не будем учитывать финишную мотивацию, то произойдет очень интересный эффект, который мы хорошо наблюдаем. То есть наша мотивация куда-то исчезает. То есть мы какой-то период действуем, что делаем и понимаем, что как-то вот нам настроение пропало, эмоции пропали наши стартовые, да? И начинаем себя так уговаривать. Нет, все нормально, ну это внешние обстоятельства, какие-то ситуации такая, вот поэтому я так-то действую, вот поэтому какие-то планы я не могу реализовать, не хватает ресурсов и так далее, так далее. То есть много здесь о самоправдании, потому что исчезает какое-то эмоциональное состояние подъема, эмоциональное состояние заряда, да? И что здесь можем призвать Симу на помощь? Мы безусловно можем призвать только вот это состояние, финишное состояние, ресурсное состояние здесь. То есть здесь сила находится, наша сила здесь находится. Здесь находится наша энергия, то есть на одной энергии мы далеко не уедем, нам необходимы силы. Сила нам приходит, как говорится, в наших звездных войнах, как говорится, да пребудет со мной сила, вот Сила приходит именно из нашего будущего, из перспективного состояния, из чувственного состояния, из нашего воображения, из нашей мечты приходит сила. Таким образом, при нашем движении, наших действиях, два состояния, эмоциональное состояние энергии и чувственное состояние силы. Куда они приходят нам? Они приходят к нам в точку действия. То есть мы действуем здесь, действуем. В это действие приходят эмоции и чувства, как энергия и сила. И поэтому мы можем находиться на драйве, на драйве находиться. Тогда мы на драйве находимся, у нас не заканчиваются силы. Мы можем грести, 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 работать, работать, выполнять свои какие-то мелкие задачи операционные, множество действий производить. Все эти параметры нам необходимо окучить, их сложить, обработать и так далее. То есть нам необходимы энергии и силы. Поэтому, друзья, я еще раз повторяю, мы должны учитывать оба состояния. Состояние на старте нашу мотивацию и на финише нашу мотивацию важно. Финишная мотивация, как мы можем заметить, она мотивация больше содержания. То есть содержательная мотивация, которая что нам делает? Она нам дает результат, она нам дает эффективность, она нам дает пользу. То есть такое внутреннее состояние этой мотивации. А здесь мотивация, еще раз повторяю, это мотивация вкуса, как бы внешнее состояние, обертка такой, которая мотивирует нас именно стартовать. И далее, что мы можем здесь заметить, друзья? Когда наши эмоции движутся в эту сторону, а чувства сюда идут, то в этой точке у нас еще образуется такое прекрасное состояние, как настроение, настроение драйва, настроение желания делать, действие какое-то. То есть здесь получается настроение. И что здесь можно еще заметить? Здесь замечаем, что имеется на финишной точке состояние результата. Состояние результата отличается от состояния цели тем, что цель у нас статична, а результат динамичный. То есть результат мы можем приближать сюда. Как мы его приближаем? Мы его приближаем с помощью подвыкновения итогов. Мы ставим какие-то промежуточные задачи, выполняем ее и подводим итоги. Вот итог – это промежуточный результат. Благодаря этому наша мотивация складывается в результате. То есть мы говорим тогда, когда мы говорим, всегда мы говорим в результате. В результате наша мотивация на старте и мотивация на финише, когда мы подводим итог и видим промежуточный результат, вот эти состояния, которые мы говорим, они соединяются здесь в точке действия. Благодаря этому наши действия мы можем продолжать, продолжать, продолжать. Но важно здесь, что, какой момент сейчас покажу, смотрите, чтобы эта ситуация, ситуация такая, нам реализовать, чтобы у нас получилось внутреннюю такую мотивацию стартовую и такую, где-то в перспективе, какую-то внешнюю ситуацию с мотивацией нам их соединить, нам необходимо что? Нам необходимо отношение, то есть эти две состояния, эмоциональное, чувственное состояние, энергии, силы, им необходимо какой-то проводник какой-то. Этот проводником является отношение. Как это отношение создать, друзья? Такое отношение можно только создать, если будем находиться над ситуацией. То есть мы находиться должны быть над ней. И это состояние над ситуацией нам может создать только одно состояние. Общее состояние такое мы его называем. Это состояние мы называем как? Это состояние мы называем ответственность. Ответственность. Когда мы называем это состояние ответственности, берем ее на себя, ответственность за наше стартовое мотивационное состояние и наше финишное состояние мотивационное, да, и общее состояние движения, действия, за все мы выполняем действия или не выполняем. Мы берем на себя ответственность, мы не обвиняем внешние обстоятельства, мы не говорим, что а вот такая ситуация, а вот ресурсов не хватило, потому что и так далее, что внешнее влияет на меня, якобы и так далее, поэтому я не достиг таких-то результатов, не получил какой-то промежуточный итог и так далее. То есть нет, я всегда говорю, что я, я здесь причина, я причина, я эти все создал, это мой проект, я его движитель, я его исполнитель, я его вдохновитель этого проекта. В этой точке и в точке ответственности я нахожусь над ситуацией, благодаря этому я создаю такое отношение между этими мотивационными состояниями энергетическими, да, которые позволяют мне эффективно двигаться с большей экономией энергии и с большим результатом, друзья. И, друзья, я уже маленько много наговорил, но продолжу в следующем году, в 2019-м, эту тему про мотивацию, дальше вам расскажу, конечно. Поэтому, друзья, поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всех благ, мотивироваться правильно, смотреть мои видеоролики, ставить лайки, подписываться, писать мне вопросы в Инстаграме, там где-то ссылочка есть на мой Инстаграм, да, в моем профиле. И здесь имеется, это кто-то, как там называется мой Инстаграм, Ерофеев Виталий, да, поэтому, друзья, с вами был я, счастья, вам здоровья, всем пока-пока.